Рядом с военкоматом такой шикарный дом, с готовым магазином построили. Остановочка такая современная. Гущу зацвели акации, такой аромат сильно аж подташнивает. Вот она красавица какая здоровенная. Шикарные клумбы такие с цветами. Вот такой он сегодня сокол, цветущий и пахнущий. Готовим цветочек в снегу в нашем летнем. В новой каховке пришел сезон черешин. Это у нас сегодня 19 мая. Вот видите молодые листочки такие нежные и отломили кусок асфальта и выросли. Людям мы так выживать. Вот так после карантина люди идут на базар, чтоб как-то хоть прожить. С костылем. А другие возле храма. Рядом с кинотеатром юности расъел уже почти розарий. В данное время включили. Снова он почему-то не работает. Вода закончилась что ли? Кусты жосмина расцвели. Только запах проживает акация. Куст шиповника. На улице Пионерской во дворах такая шикарная акация. Високая. Вот на переходе Букина и Довжинка была такая шикарная абрикоска. Никому не мешала. Надо было спилить, наверное, на шашлыки или не знаю. Смотрите, какое безобразие оставили. Это какие-то... А, ну, провода так провода весла. Голова кружится. Акация, жасмин, маслина начинает свистеть. Тоже друг друга перебивает. Такой запах в городе. Продолжается реконструкция тротуара по проспекту Днепровскому. Не так быстро, но всё-таки работа идёт. Асфальт. Там вот старая плитка где попадается. Всё заменяет на новую. Так, это выход на Днепровский. Вот так в таком сейчас на виде пока. Часто спрашивают за кафе Платан на Днепровском. Я сюда никогда не хожу. Но сниму мимо проходя. Дедушка на рыбалку собрался с удочками. Взял тачечку с собой. Надо рассчитывать на хороший угол. Улица Букина. Собираются люди на работу кофейку с утра пьют. Мужик где-то на диване валяется. А женщина прёт. Такие сумки тяжёлые. Зашёл в акациевую рощу. Напротив бывшего общежития для иностранцев по улице Довженко. Здесь акация в основном подцветалась. Но ещё такой аромат устойчивый. Некоторые молоденькие цветут. Вот и само общежитие. Теперь с него делают жилой дом. А раньше здесь учились большая часть негры. Мне часто приходилось по работе бывать в этом общежитии. В то время она была так по конструкции. Самое такое передовое. Комнатки такие уютные. Кухоньки. Специально делали для иностранцев. Теперь делают под жилой дом. А сюда вот они, наших девочек, водили. Через дорожку по акациям. Затем по городу много таких чёрненьких детей ходило. Красная МКЦ цветёт. На Долженко улице. Рядом с спорткомплексом ГАРД. Спортивный комплекс ГАРД. А вот и общежитие бывшее иностранцам. Я уже не раз показывал. Он всё ещё строится. Сегодня 21 мая. С вечера почти до пяти утра шёл дождик. Кутыл только перестал на тучке на небе. Сегодня день вышиванки. Один студент университета как-то одел вышиванку. Его поддержали другие студенты. Затем это появился праздник на государственном уровне. И каждый ежегодно отмечает один день. И вот я показываю. Единственная в мире вышиванка каменная. Находится только в городе Новая Каховка. Это всё ручная работа. Однофамильца Александра Долженко. И почти на всех таких подобных старых домах имеются вышиванки различной формы. На дворце культуры. На многих зданиях административных. Вот вышиванка на моём подъезде. Уже много лет она в таком виде. Начало сыпаться как-то. Я её загрунтовал, почистил и вот так разукрасил. Теперь она уже держится совсем неплохо. Вот такие они разные. Большей частью я снимаю эти ролики для людей, которые уехали из города Новая Каховка по различным причинам. Лично мне этот город нравится больше всего на свете. Уютный, красивый. Река Днепр, плавные. Роднички. Много родничков. Самая большая пустыня Европы. Лес, где можно собрать грибы. Есть всё для хорошей жизни. Снова начался дождь. Поднялся ветерок такой. С дождиком. Уже на полную цветёт маслина. Аромат такой, как от акации. Резкий. Ромашка. Символ борьбы с туберкулёзом. Многие наши замолчат эту проблему. Хотя это намного больше проблема, чем этот вирус. Туберкулёз прошёл совсем другую сложную форму, которая очень сложно лечится. И умирает намного больше людей, чем от коронавируса. Сегодня немножко после дождя похолодало. Вот такой берег. С волнами. Пенкой. Уродничками. Уродничками. Несколько месяцев уже бассейн с родником. Дом пустой, но все должны понимать и знать, что родники долго ждать не будут, они себе найдут другой путь выхода и тогда придется как-то сюда снова заводить воду. Перекрыли, видите, такая ситуация, не знаю почему воду не укрыли, то есть родники перекрыли, а вот они уже и пошли другой себе дорожкой. Завезли песок на пляж, скоро начнется пляжный сезон, некоторые уже открыли, какая-то тетенька купается уже в 6 часов утра. Занимается своим здоровьем, меряет даже. Опять вот уже начались такие безобразия. все, я думаю те, которые смотрят видео этого не делают, вот те, которые это гадят, они наверное в интернете даже не бывают. карантин закончится этот дурацкий, потому как за два месяца умерло около 500 человек, а вот онкологии 13000, об этом молчат, не считая других заболеваний. Иногда так люди думают, кто-то разбрасывает, а вот ворона безобразничает, ищет что-нибудь покушать, и так все с урны выкидывает. Что-то нашла и долго. Выпал летний снег, точнее весенний, еще покуда весна горошки просыпала тополиным пухом. Солнце взошло, начинается утро, в парке тихо, спокойно птицы поют, травка попадающая зеленая, начнется жара, она посохнет и будет выглядеть совсем некрасиво. Снова в парке встретил гриб-навозник, в одиночестве вырос. Съедобный вкусный гриб, мало кто знает, с виду какая-то поганка выглядит. Как-то на берегу Днепров встретил одного ученого, который случайно, который приехал изучать наши родники, так он сказал мне, что покуда бьют источники и пчелки летают, приносят мед. До тех пор будет жить, точнее не жить, а существовать человечество. Как только это все исчезнет, начнут исчезать и люди. Всего на Земле ученые подсчитали около трех с половиной миллионов живых существ. И ежедневно исчезает несколько видов. Так постепенно Земля наносит нам сюрпризы. А пока вот мы так ходим, по земле гадим, сами себе наносим ущерб природе и ждем, покуда придет конец света, как нам обещают. На такой оптимистической ноте буду заканчивать запись. Всем пока, до свидания.